Приветствую вас. Как ни парадоксально, вы описываете такую форму отношений, где люди, на мой взгляд, боятся ответственности, боятся сближения, боятся близости, вот, к сожалению. Блин, вот, люди боятся брать ответственность на себя за других, в данном случае, в отношениях человек, которого вы описываете, я, правда, не очень понял, кто это за человек, да, то есть я не очень понял, мужчина, это или женщина, то есть о ком именно вы говорите. Но, совершенно очевидно, что ответственность всех брать не хочет на себя, и, совершенно очевидно, что, да, вроде бы, человек с вами встречается, но в то же время демонстрировать, что вы нужны, не хочет. И связано это может быть как с тем, что человек, в принципе, на серьёзные отношения не нацелен, например, да, такое вот может быть. Как и с наличием прошлого опыта, негативного прошлого опыта в жизни этого человека, и, соответственно, нежелание этот опыт повторять, потому что опыт был довольно болит. Много упирается, конечно же, ещё и в то, насколько между вами много общего, потому что, ну, если общего нет, если общего мало, то, ну, на основании чего тогда выстраивать отношения, ну, не очень сложно, то, на основании чего тогда выстраивать отношения? Ну, не очень этот момент понятно. Поэтому первое, на что нужно обратить внимание, на мой взгляд, это как раз на то, что между вами общего. И, если между вами общего, насколько этого общего, между вами достаточно, чтобы, ну, чтобы находиться в отношениях, да, чтобы находиться в конструктивных отношениях. Вот, это очень важный момент. Если вы на это не обратите, не будете обращать, точнее, своё внимание, то ничего хорошего может из этого не получиться, в принципе. Потому что всегда будет вот такая проблематика того, что вас ничего не связывает друг с другом. Вот, и, соответственно, будет всегда некая такая угроза, угроза того, что, ну, что, опять, сбросит угроза того, что вас не воспринимают всерьёз, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вариантов здесь, в принципе, достаточно много. Вот, поэтому на данный аспект я рекомендую вам обратить самое пристальное внимание, потому что это очень важно. Дальше, вы говорите, вы говорите о том, что вас измотывает, я понимаю вас, то есть я могу понять, что вас что-то измотывает, достаточно легко могу это понять. Вот, но есть важный момент, который заключается в том, что вот данный аспект может быть связан то, что вас выматывает. Данный аспект может быть связан исключительно с тем, что вы не доверяете себе. То есть вы не можете довериться себе, вы не можете следовать тому, что, например, подсказывает вам, ваши чувства, вы не можете этому следовать, у вас не получается следовать, например, но вы вот, ну, там, по разным причинам не получаете. И, соответственно, это может быть достаточно серьезным основанием, достаточно серьезной проблемой для выстраивания отношений. Поэтому необходимо, чтобы вы ориентировались в своих отношениях, да, на себя исключительно и только на себя. Вот, ну и чтобы больше ни на кого вы не ориентировались, потому что в отношениях очень важно, как вы себя чувствуете, как вы себя ощущаете. Если к этому не прислушиваться, вот, то счастливы вы совершенно точно не будете, но это невозможно будет. Вот. Это то, что я могу вам сказать, отправить на информацию, которую вы предоставили. Я могу сделать вывод, что вы не проконтролировали, не оснаете на данный момент, в направлении каких отношений вы в целом двигаетесь. Вот. Ну, и получается, у вас ответят себе на этот вопрос. Хотя, 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 вопрос достаточно важный. Вот. Вопрос очень важный, потому что он касается, в общем-то, в общем-то, довольно симметропичущего момента, связанного с тем, что вам нужно, а именно с желанием быть в отношениях. Не менее важный аспект заключается в том, чтобы понять для себя, для чего мне отношения. вот в целом. Зачем мне в целом отношения нужны? Вот. Чего я хочу от них? Вот отношения, что мне нужно. На что направлены мои чувства? Вот к человеку, например. Направлены ли мои чувства на человека? Или мои чувства направлены немножечко на меня? А не на партнера, а не на партнера. Это важно. Потому что если ваши чувства направлены не на партнера, а на себя, то и отношения у вас будут складываться соответствующим образом. Соответствующим, то есть не самым лучшим, к сожалению. Потому что будут некоторые трудности, будут некоторые трудности, связанные с взаимодействием, скажем так, потребностей. Вот. Когда потребности одного человека, например, вашего партнера будут сталкиваться с вашими потребностями, потребностями, вот, и не очень-то хорошо взаимодействовать. Взаимодействовать. Потому что будет возникать тревога и опасения, вот, вызвано тем, что... сам человек, например, вы, останетесь неудовлетворенным. Вот. И отсюда ничего не догадаться, что возникает прямая зависимость. Глобально же, как я и сказал несколько раньше, мне проблематика выглядит... у меня проблематика видится в том, что никто из вас, например, не хочет брать ответственность на себя за отношения. Отношения. То есть, в отношениях быть хотим, да, в отношениях быть хотим. А вот делать что-то для них, мягко говоря, не хотим. Отсюда, соответственно, и рождается проблематика. Вот. Ну и обратите внимание, что не очень активно вами формулируется вопрос. То есть, не совсем понятно, чего вы хотите от психологов в данном случае. То есть, к какой помощи вы хотите. Любые отношения, в принципе, можно гармонизировать. Вот. Это не так сложно. Особенно, если есть желание. Ну, если есть желание, да, если есть желание работать над этим. Вот, можно помочь вам, в принципе, и в субботу добраться. Вот. Вот. И... Такой ответ я могу вам, в принципе, дать. Ну, там всё. Надеюсь, что помог вам. Помог. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Продолжение следует...